всем огромный привет и сегодня хочу подвести итоги уходящего года именно в этом видео показать вам свои самые любимые продукты это будет декоративная косметика уходовая и вещи и книги и духи и многое другое поэтому если вам интересно то поехали давайте как обычно начнем именно с декоративной косметики первый пунктик это конечно же а тональное средство я очень долго думала что же мне вам показать и рассказать именно а выделить в качестве любимого тонального крема потому что я пользуюсь а многими постоянно тестирую что-то новое но все-таки фаворитах у меня было два средства именно давай им сегодня покажу и первый тональный крем от jojo armani который называется крема нюдо у меня в номере а 03 мне кажется это самый универсальный оттенок и я бы не назвала его именно тональным кремом это все-таки больше ухаживающий крем он имеет конечно же покрытие наверное даже такой достаточно хороший то есть можно его на слои я его использую настолько мало то есть я буквально окунаю пальчик него и по точечке наношу на все лицо получается очень легкое покрытие мне нравится его увлажнение увлажняющие свойства нравится как смотрится на лице кожа сияет смотрится именно такой здоровый холеный мне не нравится матовый тональный основ он отлично подойдет возрастной кожи потому что он не подчеркивает они морщины и никакие шелушки на лице поэтому очень его советую кто ищет именно тональный крем с ухаживающими свойствами то это просто отличный вариант и второй тональный крем у меня от tom ford называется он название напишу внизу у меня в номере 03 опять же как и почему-то в джорджи армане тоже номер 03 этот крем подойдет для нормальной сухой склонной к сухости кожи для жирной комбинированной нет совершенно не подойдет потому что он дает опять же такое а светящиеся покрытие красивое дорогое если можно так выразить то есть кожа ваша будет именно сиять она не будет матовый если вы любите матовые такие полу матовые основы это точно не для вас это тональность той серии когда вы его наносите его практически не видно на лице и я думаю что мало кто догадается что он у вас есть но кожа будет выглядеть именно а красиво и ухоженно поэтому тоже очень его советую название обязательно пишу все внизу что касается натуральной косметики я и пользуюсь до сих пор потому что меня часто спрашивают но самый главный фаворит которым я пользуюсь три года может быть даже уже больше покупаю постоянно а заказываю постоянно это консилер от арома с бьюти у меня в номере 02 вернее 22 его использую практически каждый день когда я дома да и когда на улицу выхожу он хорошо маскирует круги под глазами он хорошо маскирует какие-то не знаю покраснения на лице также можно использовать как полноценное тональное средство то есть брать из этой баночки наносить на все лицо смотря на то что натуральный он дает мне такой профессиональный эффект это не стоит знаете категории когда ты нанес а консилер и через 10 минут ладно через полчаса его уже нет под вашими глазами он держится целый день и вы не будете волноваться что он куда-то исчезнет очень нравится советую если вы именно сторонница такой натуральной уходовой косметики пользуйтесь всем натуральным то это отличный вариант для вас я вам миллион раз показывала свой любимый карандаш для бровей поэтому не будут повторяться кому интересно посмотрите в любых своих фаворитах я рассказывала об этом карандаше но в этом году я познакомилась а с новым гелем для бровей до этого я постоянно пользовалась гелем от анастасия beverly hills в принципе он мне нравился он мне долго долго время было не на фаворитах но я решила купить что-то новое попробовать проэкспериментировать потому что мой любимый блогер советовал эту тушь поэтому я решила его взять у меня в номере один он такой знаете темноватый хотя вроде бы я светленькая но я взяла себе на такой темный оттенок он не идеально подошел и скажу честно он мне понравился больше чем то что-то анастасия beverly hills потому что он смотрится на мне ярче он держится на мне дольше и мне нравится как он фиксирует брови то есть анастасия beverly hills все-таки похуже фиксировал этот фиксирует просто на ура у него удобная кисточка такая вот маленькая удобно его наносить его здесь по моему больше чем в предыдущем геля для бровей поэтому если вы находитесь в поисках хорошего геля для бровей прям очень советую я уверена что вы мне мне разочаруетесь теперь давайте перейдем глазам и практически в каждом макияже у меня есть стрелки сегодня к сожалению меня нет потому что я нарастила ресницы мне не очень удобно рисовать их я не знаю почему но не удобно но практически всегда я пользуюсь подводкой от физиченс формула у меня в номере вернее называется deep brown темно-коричневый это самая лучшая подводка я перепробовала огромное количество профессиональных подводок до ненатуральных которые держатся ну скажем так не очень и самая моя любимая была подводка от dior но почему-то она закончилась ее нигде нет а эта подводка вообще не хуже она держится целый день она очень удобно удобно такой хвостик кисточка чтобы рисовать саму подводку то есть можно рисовать очень-очень тоненькую стрелочку поэтому это моя любовь я постоянно ее заказывать когда я делаю заказ на херп я постоянно кидаю эту подводку она стоит копейки но качество у него просто какое-то нереальное к тому же она натуральная и написано что это подводка способствует росту ресниц согласны реально ресницы становится с ней крепче намного а что касается ненатуральной подводки то есть когда у меня заканчивается это вот внезапно она у меня закончилась я пользуюсь подводка от mac это мои тоже самые любимые подводки если у меня заканчивается какая-либо то я всегда бегу к mac в этот раз у меня подводка называется low light такой темно-темно-коричневый я бы на самом деле попробовала взять что-то посветлее более какой-то теплый коричневый потому что это смотрится практически черным на глазах долго держится не осыпается идеальная подводка если продолжать тему глаз то в этом году у меня всего лишь один фаворит не знаю как так получилось но да это вот эта вот палетка от urban decay которая называется naked 2 basics я никогда не думала что она мне настолько понравится но эти тени я практически уже дотерла до дыр сейчас вам ее покажу она действительно у меня постоянно в ходу то есть каждый день я практически делаю макияж с этими тенями здесь есть и тени для бровей до которые именно для брови отлично подойдут и это просто самая лучшая нюдовая палетка на каждый день лучше я правда не встречала поэтому очень это же советую люблю если вы также думаете что нет она мне нужна у меня куча таких нюдовых палеток то вы ошибаетесь потому что у меня тоже куча нюдовых теней но это стало однозначно фаворитом любимую румяну внешность комфорт вот такого яркого ядерного цвета называется они 03 флаж и почему-то в этом году мне стали нравиться теплые оттенки всего помад румян а вообще всего чего угодно потому что раньше я любила холодные цвета а например на губах я любил очень такой знаете розовый но с фиолетовым подтоном румяна тоже такие были больше фиолетовый то в этом году я начала их на носить на себя я понимаю что они мне совершенно не идут и как вообще раньше я их на себе носила то в этом году как я уже сказала я использую такие вот теплые это такой коралловый скорее всего оттенок румян оттенок действительно уникальный долго держится отлично наносится как уже сказала номер 03 мой любимый аромат на самом деле мне очень сложно выбрать любимый запах потому что у меня много любимых и я каждый аромат люблю по-своему но покажу вам те которым я пользуюсь чаще всего именно в этом году а первый аромат у меня от гирлена к сожалению забыла принести с собой на это ставлю ссылочку внизу на него картинку вставлю покажу вам это самый такой у меня ходовой запах он прям мой 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 он такой теплый я его летом носила и сейчас зимой он именно такой вот теплый согревающий уютный я очень люблю такие ароматы а второй запах мой любимый я покупаю уже второй раз именно вот такую вот миниатюрку сейчас скажу сколько здесь здесь по моему да здесь 30 миллилитров называется хлоя ла а этот аромат пахнет метеоритами я уже много раз об этом рассказывала именно эти духи я бы не сказала что это прям идентичный запах но он не очень напоминает метеорит я люблю метеориты и кстати забыла вам их показать я сейчас очень часто пользуюсь новыми метеоритами надеюсь вы меня простите я потому что показывала их а в прошлом своем видео тоже обожаю метеориты практически каждый раз поверх тонального я использую именно их а не какую-либо пудру вот давайте вернемся к аромату тоже теплый аромат такой вот уютный и именно зимой я чаще всего использую него очень классная упаковка маленькая такая бутылочка удобно брать с собой что еще нужно любой девушке то в принципе ничего и последний аромат третий хотя я уже говорила я люблю совершенно все свои ароматы но покажу именно любимые это запах от killian который называется killing me slowly у меня есть другие ароматы от killian но как-то знаете ими попользовалась пару месяцев и моя любовь по утиху этому аромату я все равно неравнодушно мне очень нравится я здесь отчетливо чувствую персики хотя знаете персиков там вообще нет то есть я читала описание этого аромата я очень люблю этот запах он прям совершенно мой попробуйте его послушайте и я думаю что тоже очень многим он понравится у killian достаточно большая линейка ароматов вот именно в таких вот яичках по моему уже пять насколько я помню может быть уже больше я давно не следила за ароматами но правда отличные запахи я бы не сказала что он долго держится да он достаточно быстро выветривается приходится его обновлять но все равно запах уникального мне очень нравится мои любимые продукты для губы вы наверное уже давно поняли то что я не люблю яркие помад хотя у меня их миллион но я себя чувствую не очень комфортно с ними а я не знаю можете что-то делаю не так и пишите в комментариях как полюбить яркую помаду к поэтому я люблю таки более спокойные нюдовые оттенки себя на губах розовые персиковые что-то в этом духе поэтому я очень люблю такие вот стики от клиник у меня их много я постоянно их меняю если у меня какой-то из этих стиков на губах вы постоянно спрашиваете что это как правило это вот один из стиков я допустим взяла сейчас такой самый самый ходовой у меня розовый номер 13 называется мимоза он такой персиково-розовый мне нравится то что они дают свет и очень хорошо увлажняют и зимой на самом деле мне больше ничего в принципе не нужно а также я очень люблю помады которые когда ты наносишь они прозрачные но потом через какое-то время появляется пигмент и вот один из них называется клад минут номер 03 по-моему да вот он именно из той серии вы его наносите он прозрачный но через минут пять у вас губки становятся такие знаете слегка розоватые слегка покусанные как будто бы очень красивый цвет вам очень советую если вы не любите яркие помады но хотите чтобы что-то у вас на губах было что касается волос то на самом деле для вас это конечно же не будет открытием для меня самым лучшим уходом является уход от девинеза профессиональный уход за волосами и только эти продукты на мне работают на миллион процентов я всегда вижу результат я не буду показывать шампуни кондиционеры маски потому что вы часто у меня наблюдали видео но именно в этом видео хочу вам сказать свое самое любимое средство это вот такой вот спрей называется питательный оживляющий энзимный раствор несмываемый я его использую совместно с термозащиты то есть сначала наношу термозащиту и затем поверх вот этот вот спрей от этого спрея волосы становятся настолько блестящими что у меня даже просто слов нет каждый раз когда наношу это средство меня спрашивают что с моими волосами что я с ними сделала это просто какая-то палочка выручалочка мои сегодня тоже это средство на мне я показывала как волосы блестят в одном из своих видео они я не знаю они реально очень круто блестят и ни один продукт на не так не работал я думаю что не будет работать очень его советую присмотритесь к нему вот такой вот он упаковочке ссылки оставлю на него под видео очень советую приобретите его обязательно и конечно же я продолжаю пользоваться натуральным уходом я уже много раз говорила то что я их постоянно сменяю месяц пользуюсь натуральным уходом месяц профессиональным либо комбинирую допустим два раза я помыла голову натуральным уходом два раза помыла профессиональным и мне очень нравится эффект именно от такого ухода за волосами если раньше я всегда показывала шампунь и кондиционер от desert essence виноградом в этом году у меня в фаворитах серия яблоко зеленое да наверное так называется и шампунь и кондиционер они очень круто работают на волосах и придают тоже именно блеск то есть а красный итальянский виноград придает а вернее делает волосы именно такими мягкими да напитанными эта серия придает блеск и он тоже очень крутой нравится запах нравится эффект и нравится то что именно от этой серии зеленого яблока волосы не грязнятся очень долго и покажу вам любимую натуральную маску вернее здесь написано что это кондиционер но работает он как маска брать называется shikai и с на интенсивный восстанавливающих кондиционер его нужно конечно подержать я думаю минуту две три потому что я как правило вообще не держу никакие маски эффект тоже очень классный у него обалденный состав с разными витаминами маслами также защищает волосы от ультрафиолета и написано что она отлично подойдет именно для сухих волос поврежденных которые нужно восстановить очень советую классный кондиционер и тоже ссылки обязательно оставлю в инфобоксе все натуральные продукты я заказывала на ахерп сайте ахерп потому что тоже многие об этом сайте знают какого-то классного ухода за лицом у меня в этом году не было мне многое подходило да но чтобы прям вот запала в душу я повторно заказала там не знаю второй третий тюбик точно нет но фаворитом однозначно у меня стал вот такой вот гель от клиник называется pep star 2 в 1 это и гель и скажем так скраб для лица но знаете это не классический скраб потому что у него такие маленькие маленькие частички как песочек и он очень классно очищает лицо прям буквально до скрипа кожа чистая очень радостная упаковка розовая по моему очень круто потому что у клиник как правило такие больше спокойные цвета вот здесь сделали не такую яркую розовую и любой девочке будет классно иметь такое средство себя в ванной комнате где-нибудь на столике и также хочу вам сегодня рассказать о своих любимых книгах конечно сейчас очень мало времени на чтение прям вот практически нет может быть я могу за целый день собрать 30 минут и знаете так по кусочкам читать я могу сказать что однозначно моим самым любимым автором наверное уже второй год подряд является донна тарт я ее просто обожаю у нее всего лишь четыре книги всего лишь четыре каждую написала по моему больше десяти лет представляете какой труд она вложила в каждую книгу это действительно шедевр по крайней мере для меня безусловно любовь у меня началась именно щегла это просто книга в которой собрано совершенно все она настолько интересная что ты просто живешь в этой книге то есть пока ты читаешь ты живешь с этой книгой я помню что я ее читала и постоянно то есть перерывах я думала о ней думала что будет дальше обдумывала то что произошло четырнадцатом году она получила пулицарскую премию мне кажется там многом говорит а кто не читал прям я не знаю я рекомендую вы просто обязаны прочитать также прочитала другие и книги еще три у меня к сожалению только одна сейчас руках потому что другие оставила я летом уезжала отдыхать соответственно оставила там эти книги чтобы не тащить их обратно все-таки они тяжелые я уверена на сто процентов что после того как вы прочитаете ее книги вы станете ее фанатами вы будете ждать ее другие книги я очень надеюсь что в ближайшее время хоть что нибудь выйдет и это действительно не зря потраченное время я очень советую дону тарт и буквально недавно я прочитала книгу мне кажется она сейчас популярная а эта книга магическая уборка мари конда расскажите читали вы эту книгу или нет после прочтения этой книги я разобрала весь свой гардероб я собрала три огромных мешка с вещами было очень много новой одежды которая практически не носила но я поняла что она мне не нужна что она не приносит мне радости то что я ее точно не одену раз она мне висит уже больше года в моем гардеробе короче если вы хотите разобраться со своим гардеробом разобраться со своими мыслями поверьте когда вы разберете свой гардероб вам станет намного легче станет легче дышать вы станете более организованным очень крутая книга действительно действенная и после нее хочется что-то начинать делать что-то менять в квартире в гардеробе на самом деле везде везде то здесь говорится не только о гардеробе а вообще о вашем доме она совершенно небольшая вы прочитаете буквально наверное за день поэтому совет и кто ищет что-то подобное и последнее на сегодня я очень полюбила в этом году русских дизайнеров для меня это просто наверное самое мое главное открытие раньше как-то более так спокойно к ним относилась мне практически ничего не нравилось не знаю но в этом году меня очень зацепил бренд который называется 12 stories это просто моя любовь и каждая вещь которая появляется на сайте меня вдохновляет мне хочется ее обязательно купить хочется куда-то в ней сходить если вы не знаете этот бренд одежду то обязательно зайдите на сайт посмотрите это не в коем случае не реклама мне кто-то писал под видео что маша зачем ты делаешь рекламу совершенно все вещи были куплены на мои деньги я потратила просто сейчас на огромное количество потому что я скупаю практически все потому что мне все нравится мне нравится как сидит мне нравится очень нравится их материала потому что они все натуральные они все приятные то есть именно приятно их носить приятно трогать и кстати вот этот вот кардиган тоже от 12 stories такого красивого молочного цвета именно в этом году я полюбила такие простые лаконичные вещи у меня действительно поменялся вкус и я практически весь свой гардероб обновил у меня мало чего осталось я помню раньше он постоянно показывал покупки с asos у меня их было огромное количество и у меня ничего вообще не осталось вы можете просмотреть мои старые видео я все отдала совершенно все я очень надеюсь что это видео вам понравилось и вы что-то из него возьмете полезное для себя совсем скоро я к вам вернусь всем пока и до скорой встречи до скорой встречи